День добрый! Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами будем расширять словарный запас. А легче всего это делается, когда слова в парах и слова противоположны. Пшечевеньство, противоположности. Итак, читаем. Я читаю. Вы, пожалуйста, повторяйте вслух. Богатый, бедный, богатый, бедный. Шибкий, повольный, быстрый, медленный. Разем, особно, вместе, отдельно. Наглос, почиху, вслух, тихо, молча. Глубокий, плыткий, глубокий, неглубокий, мелкий. Так, не, да, нет. Далекий, близкий, далекий, близкий. Далеко, обок, далеко, рядом. Кавалер, жонатый. Неженатый, холостяк и женатый человек. Причем слово кавалерка означает не девушку, а однокомнатную квартиру, квартиру-студию. Замэнжна, панна. Замужняя, женщина, и панна, незамужняя. Одмувич, сгодище. Отказать, согласиться. Забронич, заказач, запретить. Позволич, разрешить. Конец, почонтек. Конец, начало. Воншич, выоншич. Включить, выключить. Пытание, отпович. Вопрос-ответ. Росказ, подпожонткование. Приказ, подчинение. Росты, кшивы. Прямой, кривой. Рай, пекуа. Рай, ад. Уродича, умжечь. Родиться, умереть. Сильный, слабый. Сильный, слабый. Старый, молодой. Старый, новый. Старый, новый. Отважный, тхужливый. Храбрый, отважный и трусливый. Трусливого есть еще синонимы. Бояжливый, страхливый. Чистый, брудный. Чистый, грязный. Мувич, мильчач. Говорить, молчать. Одноколоровый, ружноколоровый. Однотонный, такой одноцветный, разноцветный. Сытый, чили наедзоны, голодный. Сытый, выища. Вход, выход. Первый, остатный. Первый, последний. Левый, правый. Левый, правый. Престемпство, кара. Преступление, наказание. Открэнчичь, закрэнчичь. Открутить, открыть, закрутить, закрыть. Заснанчь, убудичьще. Уснуть, проснуться. Користный, некористный. Выгодный, невыгодный. Змэнчоный, выпочэнтый. Уставший, отдохнувший. Отвожичь, замкнувчь. Открыть, закрыть. Вонтпливощь, пэвнощь. Сомнение, уверенность. Выгоднее, невыгоднее. Удобно, неудобно. И также поговорим о разнице между парами слов. Доперо, тылько, переводится как только. Вшистке цауы, террас, зарас. Начнем с первой пары слов. Доперо, тылько. Доперо переводится как только не раньше, не меньше. Тылько переводится как только лишь. Например, пшиды до чебе тылько во вторых. И пшиды до чебе до первых вторых. По-русски переводится одинаково. Я приду к тебе только во вторых. Но с небольшой разницей. В первом варианте пшиды до чебе тылько, лишь, только лишь во вторых. Я приду к тебе только лишь во вторых. Во втором варианте со словом до первых. Я приду к тебе только не раньше вторых. Причем, обратите внимание, что с возрастом используем только слово доперо. Он ма доперо пенч лад. То есть он имеет, если дословно мы будем переводить, только не меньше пяти лет. Ему пять лет. Те дзевчинки маўм доперо дванащче лад. Этим девочкам только не меньше двенадцати лет. Там те хлопцы маўм доперо щедымнащче лад. Этим парням только семнадцать лет. Вторая группа слов «терас» «зарас» переводится как «сейчас». С небольшой разницей. «Терас» мы говорим вот прямо сейчас. «Терас розмовямы». Мы сейчас говорим. То есть я вот конкретно сейчас говорю. «Зарас» – это сейчас такой через минутку. Почитаем примеры. «Терас немам часу зробич тегу». Сейчас. То есть конкретно сейчас, в данный момент времени. У меня нет времени это сделать. «Пётр Терас» «Слуха лекция польскего». Пётр сейчас слушает уроки польского. То есть вот конкретно сейчас он включил и сидит, слушает. «Терас» «Учимыщемувич по польску». Сейчас мы учимся говорить по-польски. То, чем мы сейчас с вами занимаемся. Не забывайте, пожалуйста, всё проговаривать вслух. «Можешь зробить что?» «Зарас зроби». «Ты можешь это сделать?» «Сейчас сделаю». Например, доем бутерброд и сделаю. «Мужчимы зроби». «Вшистки» переводится как «все». «Вшистку» – всё. «Вшистцы» – также «все». В польском языке есть лично-мужская форма и не лично-мужская форма. «Оне» – «они». «Оне» – когда есть женщины, дети, животные, мебель, еда, всё что угодно, когда нет ни одного мужчины. Форма «они» – лично-мужская форма. Когда появляется хотя бы один мужчина в компании, там «стульев», «женщин», «детей», «собачек», «чего угодно». Так вот «вшистки» – «кобеты», мы скажем. «Вшистцы» – «меншчижни». И также мы скажем «вшистцы» – «люди», потому что, ну, «люди» – такой собирательный образ, где есть и женщины, и мужчины, конечно же. Итак, почитаем примеры. «Пшешвам целый территориум и не зналязвам го». «Я прошла всю территорию, не нашла его». Здесь мы используем «цауэ» – «территориум» – среднего рода, поэтому «цауэ», смотрите, «цауэ» – мужского рода, «цауа» – женского рода, «цауэ» – среднего рода. Когда мы можем сказать «я прошла целую территорию», то есть заменить слово «всю территорию» на слово «целую территорию», и это будет красиво звучать, тогда мы используем слово «цауэ», 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 «цауэ» в зависимости от рода. «Подоба мища цауа польска», «вшистке място», «вшистке месяца». То есть мне нравится «Польша целиком», «вся Польша», «целая Польша», «все города», «все места». Здесь мы уже не можем сказать «целые города», «целые места». Ну, как-то не очень логично. Поэтому мы говорим «вшистке» – «място», «вшистке месяца». «Дзещь целый день спацеруемы з родину». «Сегодня мы целый день гуляем с семьёй». То есть мы можем весь день заменить на целый день. То ешче не «вшистку» – это ещё не всё. И здесь конкретно «вшистку» – всё. Ешче треба «вшистку» повторить наглость, чтобы лепить запоментать. Ещё нужно всё повторить вслух, чтобы лучше запомнить. «Вшистцы» с нашего курса отшимали карты поляка. Все с нашего курса получили карту поляка. Здесь «вшистцы» – вот эта форма лично мужская. Под словом «все» – собирательный образ. И женщины, и мужчины. Когда появляется хотя бы один мужчина, мы используем лично мужскую форму «вшистцы». «Вшистцы» – это libero. Повторите, пожалуйста, всё, что мы сейчас проговорили. «Вшистцы» – «Цау» ». Прочтите все предложения, примеры вслух. «Терас зарос», «До перо тылку». И слова противоположности. «Шичевинство». Продолжение следует...